Мотопробег от мемориала и этнофестивали во всех районах. В Сочи отметили День народного единства. В Сочи марафон в этот раз объединил более 4000 человек. Праздник здорового образа жизни проходит на курорте уже второй год подряд. Зима в пустыне. На новогодние праздники впервые открываются прямые рейсы из Сочи в Дубай. Кинотаврик собрал в Сочи 700 участников. Детский фестиваль искусств в этом году отличился и благотворительной программой. В субъектах России повысят зарплаты бюджетникам. Об этом говорили в Москве на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Участие в нем принял губернатор Краснодарского края. Основными темами совещания стали погашение госдолга среди регионов и создание на местах сбалансированных бюджетов. Получателями дотации на выравнение уровня бюджетной обеспеченности ключевым будет обязательство по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Это первоочередная задача, которую должны все исполнить. Как отметил Вениамин Кондратьев, в следующем году Краснодарский край получит 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. При этом государственный долг для региона реструктуризируют. Срок возврата по бюджетным кредитам продлят на 12 лет, что позволит Краснодарскому краю только за два года сэкономить около 10 миллиардов рублей. Ну и, кстати, сегодня у Дмитрия Казака день рождения. Вице-премьер для Сочи и сочинцев персона знаковая. Именно он курировал подготовку курорта к Олимпийским и Паралимпийским играм. Сочи 2014 стал проектом национального значения. Так его назвал сам Казак на церемонии передачи Олимпийского огня. Реализация амбициозной программы принесла долгосрочные позитивные изменения для самых разных сфер жизни курорта. Дмитрий Казак курировал все этапы строительства и подготовки к зимним играм. Этот вклад не остался без внимания общественности. Вице-премьеру присвоено звание почетного гражданина города Сочи. Напомню, в разные годы Казак был руководителем аппарата правительства России, заместителем руководителя администрации президента, председателем попечительского совета Центра стратегических разработок, полномочным представителем главы государства в Южном федеральном округе и министром регионального развития России. С 2008 года он занимает должность заместителя председателя правительства Российской Федерации. Более трех тысяч кубанских студентов станцевали в центре Краснодара. В День народного единства страны молодые люди исполнили русский народный танец, лесгинку, сертак и всего 10 различных фрагментов. За флешмобом наблюдали глава региона Вениамин Кондратьев, вице-губернаторы и депутаты Краевого законодательного собрания. Акцию провели как символ дружбы и единства жителей Кубани. Мирно соседствуют в крае сегодня сотни народов. Каждый уважает культуру и вероисповедание друг друга. В этом есть сила не только нашего региона, но и всей страны, сказал Вениамин Кондратьев во время праздничного митинга. Неважно, какое у нас вероисповедание, неважно на каком языке мы говорим, главное, что мы говорим, чему мы учим наших детей. Миру, добру, труду, взаимопониманию, взаимоуважению, ценностям, которые одинаково велики и истинны для любого народа и любой национальности. Мы все хотим жить в мире. Друзья, мы все хотим жить в сильной, экономически развитой, независимой Великой России. И это желание у нас общее, единое. И вот в этом единстве, только в этом единстве наша великая сила. С дружеским визитом в честь праздника Краснодарский край посетил председатель Государственного совета Хассе Республики Адыгея Владимир Нарожный. Также земляков поздравил член Совета Федерации Владимир Бикетов. Жители Адыгеи и Кубани всегда питали друг другу самые искренние и теплые человеческие чувства. На протяжении многих десятилетий адыгов и казаков, жителей наших регионов, связывают прочные экономические, культурно-исторические, духовные, просто, добрые, товарищеские и родственные отношения. Святые узы дружбы, братства и куначества одинаково трепетно и уважительно почитаются в Краснодарском крае и в Республике Адыгея. День единства. Он показывает сплоченность нашего народа. И вот здесь, на площади, мы видим яркую демонстрацию этой сплоченности. В одном ряду рядом стоят представители разных политических партий, общественных объединений, организаций, ветераны, молодежь. Вы своим присутствием, находясь здесь плечом к плечу, показываете готовность ежедневно своим трудом укреплять могущество нашей великой Родины, могущество нашего любимого Краснодарского края. А если потребуется, то и стать на его защиту. Продолжился митинг праздничным концертом. Перед краснодарцами и гостями города выступили лучшие кубанские коллективы и звезды российской эстрады. А завершил торжество большой фейерверк. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. День народного единства в Сочи отметили широко. В центре города праздник начался с автомотопробега и продолжился на всех площадках курорта. Участники автомотопробега решили в государственный праздник проехать по дорогам города в память о тех, кто погиб, защищая нашу страну. А она многонациональная и все народы как один встают в строй, если приходит беда. 4 ноября были возложены цветы и венки. На мемориале воинской славы проведен митинг и у памятника воинам-афганцам. Мы сегодня проводим этот автомотопробег с возложением венков, отдавая честь и свое уважение ушедшим поколениям и тем, кто положил свою жизнь во благо нашего Отечества, во благо просветания нашего государства. А в Адлерском районе люди собрались у районного дома культуры. В Адлерском районе была организована этнографическая выставка, благодаря которой можно понять, как, допустим, век назад в Сочи жили разные народности. Были и сладкие столы, дегустация национальных блюд и многочисленные выступления с импровизированной сцены. Вокальные и танцевальные коллективы района продемонстрировали свои таланты. Это действительно праздник единения. Действительно мы собираемся в этот день. И общие песни. Это у нас наша общая культура, общая наша Родина. В этот день праздничные программы прошли на всех площадках города, а дендрологические парки Дендрарий и Южной культуры сделали сочинцам свой подарок – бесплатный вход 4 ноября. Ну и основная праздничная программа собрала жителей и гостей города на площади у Морского порта. Поздравить друг друга на площадь Южного мола Морского порта пришли 5000 сочинцев. Среди них были и представители национальных диаспор курорта, общественных объединений, почетные граждане города, туристы. К собравшимся обратился глава города. Мэр подчеркнул, что курорт достиг процветания благодаря трудолюбию и единству горожан. Пока мы едины, мы непобедимы. И сегодня мы тоже нуждаемся в единстве. Разные вызовы бывают и у нашего народа. Именно когда мы вместе, когда все горожане активно участвуют, мы всегда побеждаем. Единение – это главный принцип к успеху. Анатолий Пахомов поздравил с профессиональным праздником – Днем военного разведчика и сочинских ветеранов спецназа. Программу продолжил концерт, подготовленный творческими коллективами курорта. Добавлю, что торжества в честь Дня народного единства шли во всех районах курорта до позднего вечера. Традиционный Сочи-марафон в этот день собрал более 4000 человек из почти 360 городов России. Праздник здорового образа жизни проходит на курорте в ноябре уже второй год подряд. Каждого участника снабдили индивидуальным номером с электронным чипом, благодаря которому фиктировалось время в пути. На старт вышли люди разных возрастов. Самой старшей участнице – Зои Ермаковой – 82 года. Будем бежать, стараться, пробежим. Может, и медаль получим. Атлеты преодолели пять разных по протяженности дистанций, в том числе и марафонскую. Более 42 километров пробежали самые выносливые участники по центральным улицам курорта. Марафон проводится на курорте второй год. На этот раз на дистанцию вышли более 4000 человек. Причем 22% от этого количества – это сочинцы. Это говорит о том, что в городе Сочи этот общедоступный вид спорта, бег, нравится всем. И, конечно, любые спортивные мероприятия, марафоны, они мотивируют горожан к занятию спортом, что очень важно. Глава Сочи пообщался с участниками марафона в центре регистрации и пригласил всех приехать на курорт еще раз на следующие событийные мероприятия. Отмечу, что призовой фонд марафона составил более 800 тысяч рублей. Победители получили медали и ценные призы. И к другим новостям. В период новогодних праздников из Сочи открываются прямые рейсы в Дубай. Полетная программа стартует 28 декабря. Первые перелеты из Сочи в Дубай выполняются впервые. Маршруты движения «Ласточек» на Черноморском побережье будут сокращены с 14 по 16 ноября. В это время на перегоне Лазаревская-Чмитакваджа будут проводиться работы по замене пролетного строения моста. Движения поездов на ремонтируемых участках ограничат. В связи с этим сократятся маршруты движения электричек, которые курсируют от станции Туапсе и Лазаревская до аэропорта Эмеретинского курорта. «Ласточки» будут ходить по сокращенным маршрутам от аэропорта Олимпийского парка до ЖД вокзала Сочи. Подробную информацию можно получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам». Движение в одном из хостинских тоннелей сегодня было затруднено в течение нескольких часов. Там столкнулись 10 автомобилей. ДТП произошло в левом тоннеле по направлению Адлер-Сочи. Столкнулись машины, идущие в попутном направлении. Пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД организовали сначала движение по одной полосе. В полдень тоннель заработал в штатном режиме. По предварительным данным, причиной ДТП стало опасное вождение, несоблюдение скоростного режима и дистанции. УВД Сочи посетила «Канарейка». Накануне дня сотрудника органов внутренних дел в городском УВД состоялась традиционная встреча ветеранов сочинской милиции и руководства управления. Неожиданным и приятным сюрпризом для ветеранов стало появление настоящего патрульного автомобиля 70-х годов. Жигули третьей модели, или как их называли в советские годы «Канарейка» из-за ярко-желтого цвета, прибыла в УВД своим ходом. Многие ветераны сочинской милиции патрулировали улицы курорта именно на таких автомобилях. В бытность своей службы в органах внутренних дел. В то время не обходилось без погонь и задержания опасных преступников. И сейчас, спустя годы, ветераны горды своей службой и призывают молодое поколение правильно относиться к своей работе. Каждый, кто поступает работать в милицию, должен, прежде всего, думать, что он делает, и для чего он пришел служить. Прежде всего, помогать людям, береть общественный порядок и прочее, прочее. Руководство УВД вместе с ветеранами почтили минутой молчания память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. А после в знак мира и добра полицейские посадили деревья. В Сочи накануне горел жилой дом на Макаренко. Вечером в 19.36 диспетчеру сообщили, что загорелся третий этаж частного дома на улице Олимпийская. Пожарные прибыли на место через 10 минут после звонка. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Сложность заключалась в том, что плотная застройка мешала разъехаться пожарным машинам. Более того, по словам очевидцев, на улице отсутствовали пожарные гидранты. Пламя локализовали в половине девятого вечера, полностью потушили почти в 21 час. В работах были задействованы 26 человек. При пожаре пострадала женщина. Она была госпитализирована с отравлением угарным газом. Ну и в целом, за минувшие праздничные выходные дни на территории Сочи произошло несколько крупных пожаров. И это несмотря на то, что сотрудниками Госпожнадзора постоянно проводится профилактическая работа. Тему продолжит Елена Всецина. Рейды по противопожарной безопасности проводятся постоянно и не только в частном секторе. В первую очередь в учреждениях образования и здравоохранения. Но, как отмечают сами пожарные, сейчас участились случаи возгорания. В связи с похолоданием люди начали пользоваться обогревательными приборами. Обогреватели большой мощности, они всегда выдерживают проводка. Использование самодельных обогревателей, использование неисправных печей, каминов. Особое внимание хотелось бы обратить на газовое оборудование, неосторожное обращение с огнем. Все это называется нарушение требований пожарной безопасности. Участились, к сожалению, в том числе случаи возгорания в контейнерных площадках. Дети балуются, взрослые за этим не следят. Хотелось бы обратиться к населению города, к руководителям предприятий, руководителям учебных учреждений, о неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности и проведении профилактических мероприятий. Каждый должен понимать степень ответственности. Ведь любой пожар – это не только материальные потери, это в первую очередь угроза жизни. Особенно следует обращать внимание на безопасную эксплуатацию газовых приборов. Ежегодно газовое оборудование должно проверяться специалистами. Не стоит забывать и об элементарных правилах безопасности. Например, готовую пищу надо сначала зажечь в спичку, а уже потом открыть газовый кран, а не наоборот. Казалось бы, всем известны истины, однако некоторые жители до сих пор делают иначе. Обо всем этом сочинцам в ходе противопожарных рейдов рассказывают мобильные группы, созданные во всех районах города. Просьба какая? Привести в исправное состояние отопительные приборы, у кого какие они – газовые, электрические. Соблюдать требования пожарной безопасности. Помнить и детям напоминать, что детям спички не игрушки. Также инспекторы уделяют особое внимание частным дворам, где мусор и ненужные вещи привыкли сжигать. Именно такие костры могут стать причиной возгорания травы на соседних участках. Более того, в период пожароопасности, засушлем летом или ранней осенью в Сочи вообще были запрещены любые костры и в лесах, и на территории садовых товариществ. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Кинотаврик открылся в Сочи. 17-й международный детский фестиваль искусств в этом году собрал более 700 участников из разных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Своё мастерство продемонстрируют и сочинцы. Сегодня с самого утра ребята репетировали сразу на двух площадках в Зимнем театре и на сцене киноконцертного зала «Жемчужина». Подробности у Инги Габешия. Не боюсь я новой поли, я не всё тревожней, ранней сосчитать. Мой план на губах моих кончат сгорает. 14-летняя Яна Файзулина на Кинотаврике впервые и выступает сразу в двух номинациях соло и дуэт. Голосом участницы наслаждаются даже на репетиции и благодарят за эстетическое наслаждение. Сама же Яна на конкурс приехала за новыми навыками. В первую очередь думаю в Сочи побывать и для самой себя, чтобы развиваться и опыта набираться. Ну туда круто, тут всякие звёзды, можно ходить на мастер-классы. Очень крутой фестиваль. Конкурсы по вокалу, хореографии и театральному искусству по традиции – главные творческие события фестиваля. А ещё Кинотаврика – это конкурсы творческих коллективов, показы фильмов, детских киностудий, мастер-классы, членов конкурсной программы, театр мод и детские вечеринки. Международный детский фестиваль называют не иначе, как планетой детства, вернуться в которую здесь удается даже взрослым. Сами же участники погружаются не только в творчество, но и в живое общение. Ребята находят единомышленника, вы забывают о существовании всемирной паутины, что немаловажно. Я буду чувствовать ответственность, тем более мы ведём с Оксаной Фёдоровой вместе открытие-закрытие. Кинотаврик, опыт, конечно, опыт и ведение, и участие в конкурсе – это всё. Мне придаёт какой-то, может быть, уверенности и на сцене, и, в принципе, оттачивание мастерства – это очень полезно, на мой взгляд. К слову, с 2015 года, когда президентом фестиваля стала Мисс Вселенная, основателя благотворительного фонда «Спешите делать добро» Оксана Фёдорова, Кинотаврик стал фестивалем не просто искусств, но и добрых дел. И по традиции в Сочи приехали юные дарования из детских домов, дети, оставшиеся без попечения родителей. И это обалденный экспириенс, это дети общаются, дети видят, что уровень этих детей ничем не хуже профессиональных детей, которые занимаются в фронтических центрах или каких-то актёрских студиях и школах. Это обалденные дети, открытые, классные, талантливые. И здорово, что мы вместе можем создать этот удивительный мир Кинотаврика. Заветные статуэтки Кинотаврика победителям вручат 9 ноября. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Текстиль «Россия, Китай» в Сочи. Постельное бельё, подушки, пледы, полотенца и многие другие изделия отечественного и зарубежного производства представлены в выставочном центре морского порта на улице Несебрская. Слово Татьяне Говорковой. Продукцию ведущего центра лёгкой промышленности России сочинцы ждут каждую весну и осень. Ивановский текстиль отличается качеством, разнообразием продукции и гибкой ценовой политикой. Постельное бельё из хлопка, сатина, бязи, поплина остаётся прочным после многочисленных стирок, а оригинальные рисунки не теряют яркость красок. Именно поэтому Ивановский текстиль – неоднократный лидер всероссийских конкурсов и фаворит у покупателей. Увидела рекламу по поводу вот этой ярмарки, решила посмотреть. Я знаю, что Ивановский текстиль очень хороший, поэтому цены приемлемы, можно купить что-то. Ассортимент хороший, очень качественное постельное бельё присутствует. Вот решила купить себе простынь, посмотрю, ещё, может, что-то подащу, куплю. Мне нравится здесь выставка, я уже купила здесь одеяло, покупала на матрасник, и вот сейчас решила ещё покрывало купить. Мне качество нравится, покупала здесь и простыни, тоже мне всё понравилось, и качество хорошее. В ассортименте более тысячи наименований товара – от эконом до премиум класса. Пледы, покрывало, одеяло из верблюжьей и овечьей шерсти, кашемира и шёлка, подушки с натуральными наполнителями, полотенца, домашний трикотаж и кухонный текстиль российского, турецкого и китайского производства. У нас в широком ассортименте высокого качества комплекты постельного белья из натуральных тканей – это хлопок, это тенцел, это бамбук. У нас есть латексные подушечки детские, ну и классические гипоаллергенные одеяла, как для детей, так и для взрослых. Это маис, это бамбук, это искусственный лебяжий пух, то есть там, где не заводится полевой клещ. Выставка распродажи «Ивановского текстиля» работает с 10 до 19 часов до 12 ноября включительно в выставочном центре на Несебрской 1Б. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.